МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ребенок в результате этого ДТП получил перелом и был госпитализирован в 6-ю ГКБ. За 9 месяцев текущего года на территории города Минска произошло 51 дороже транспортное происшествие с участием детей, в которых 50 человек пострадало и 2 ребенка, к сожалению, погибло. Пожар с отягчающими. Сразу 6 автомобилей БМВ пострадали от огня на улице Ржавецкой. ЧП произошло сегодня ночью. Загорелась бытовка, в которой стояла самодельная печка. Пламя перекинулось на припаркованные рядом иномарки. У всех автомобилей повреждено лакокрасочное покрытие и пластиковые детали. Какие нарушения встречаются чаще всего на стройках столицы? Почему жители улицы Коржа не могут попасть на ближайшую стройплощадку? И как минские школьники познают азы дорожного движения, знает наш дежурный по городу Татьяна Кибалка. Разложили по кирпичикам. Сегодня технодзору не ускользнула ни одна деталь. Группу мониторинга строительных площадок возглавили представители пожарной службы. В центре внимания ревизоров оказались временные здания на территории крупных объектов. В топ-списке грубых нарушений пренебрежение правилами монтажа, неграмотная эксплуатация электрических сетей в бытовых помещениях и использование обогревателей кустарного изготовления. Строительство ведется с большим количеством нарушений противопожарных норм и требований. И, соответственно, стоит задуматься, стоит ли рисковать чьей-то жизнью ради строительства дома. Поэтому в таких случаях, как правило, выносятся предложения обрестановки до устранения этих недостатков. Выхода нет. Вот такой подарок для любителей здорового образа жизни превратился в неприступную крепость. Калитка запаяна, так что проникнуть на спортплощадку можно разве что так. Для кого местные коммунальщики совершили чудо-благоустройство, жители квартала недоумевают уже несколько лет. Проект дворовой перестройки был хоть и многообещающим, да вот дождаться обещаний устроить день открытых дверей в зоне активного отдыха на улице Коржа так и не удалось. Детки залазят, приезжают на велосипедах, я не знаю, с этого района, не с этого района, поигрались там и ушли. Как пояснили нам в местном ЖРЭО, вне зоны доступа тренажерный зал под открытым небом определили по просьбам обеспокоенных родителей. Мол, травмы, чего доброго. Правда, с тем, что дистанция с препятствиями в виде забора гораздо более опасна, тут же согласились и уже завтра пообещали открыть калитку. Учеников средней школы номер 115 на два интеллектуальных фронта разделили члены компетентного жюри. В считанные секунды капитаны женской и мужской команд презентовали педагогам и стражам дорог решение экспериментальных задач. Мысленно они превращались в пешеходов и старались грамотно отреагировать на подмигивание трёхглазого постового, а также на неожиданные манёвры автомобилистов. Где пешеход? Это я! Это я! Это все мои друзья! Дети, которые принимают участие, они, я заметил, что очень сильно стали вникать. Я думаю, что в общении с верстниками они будут передавать свой опыт. Ваши видео, факты, звонок могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайт ctv.by, звоните по телефону горячей линии 1-600-700. И помните, нам важны подробности. Выгодный товар. В столице прошла общегородская ярмарка вакансий. Сегодня на поиски квалифицированных кадров вышли почти 100 нанимателей. В топ-листе самых востребованных специальностей в промышленной и строительной сферах, жилищно-коммунальном хозяйстве и торговле. 9 организаций представили вакансии для граждан с ограниченными возможностями. Найти свое первое место работы могли и студенты. Мы предлагали и консультацию по вопросам предпринимательской деятельности, организации самозанятости, безработными, по профессиональному обучению. Желающих ознакомиться с вакансиями сегодня было достаточно много. Я хочу сказать, что весеннюю ярмарку вакансий посетило более 4,5 тысяч соискателей. Мы ожидаем, что в этот раз посетителей было намного больше. В новую колею общественный транспорт юго-западной части Минска пойдет по измененной схеме после открытия станции метро Грушевка, Михалова и Петровщина. Так, 7 ноября закроют 11 маршрутов, 16 поменяют, а также введут два новых. Минчане по-прежнему смогут без труда добраться до центра города. Освободившийся после реорганизации транспорт направят в Каменную горку, Сухарево и Лошицу. Мы обработали значительную часть всех предложений жителей юго-запада Малиновки, Брилевич. Но мы продолжаем эти приемы. В этих целях 30 числа мы проводим прямую линию. Самый популярный у Минчан сотый маршрут тоже меняет трассу. С сегодняшнего дня автобусы будут разворачиваться на кольце напротив дома номер 3 на улице Аэродромной. Не пропустить свой автобус в связи с изменением движения в микрорайонах Малиновка и Юго-Запад на остановках заменит почти 400 информационных табличек. Благодаря им пассажиры смогут узнать, через сколько минут ожидать нужный транспорт. Кроме того, в Минске в тестовом режиме работают 6 электронных табло. В следующем году их количество планируют увеличить. Отзывы у пассажиров самые хорошие, потому что на них можно узнать информацию, сколько осталось минут до прибытия того или иного автобуса или троллейбуса, того или иного маршрута. Планируем где-то к концу следующего года порядка 60 таких электронных табло разместить на наиболее пассажирообразующих остановочных пунктах. Актуальной теме транспорта мы посвятили сегодняшний опрос. Наши корреспонденты узнали, как минчане оценивают работу столичных перевозчиков. Немножко часы пив, конечно, сложновато, но в общем-то ничего. Как расписание автобусов на стоянках написано, так они приходят вовремя. Ждать минимальное количество времени, быстро доезжаешь, нет проблем. По выходным удобно, потому что метро даже часто ходит. Раньше сутка чаще ходила, сейчас она ходит реже. Нельзя понять, на какой остановке какая маршрутка останавливается. То есть нет ни расписания, ничего. И очень долго приходится ждать иногда. Хорошо ходит. Транспорт мне нравится. То есть удобно. Есть и метро, и троллейбусы. Я довольна работой транспортом. Новые городские подробности завтра в это же время в студии новостей, которой всегда рядом работала Ирина Хануни-Крамбальская. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова